Учиться никогда не поздно. Я буду этим делом заниматься. Благо сейчас дивность в отношении интернета появилась. Да, когда мы смотрим интернет, мы о чем говорим? О том, что есть такие вещи, которые в принципе может делать любой первовстречный. Любой первовстречный, но у этого любого первовстречного должно быть что? Должен быть качественный инструмент. Конечно, сетевики не идут. Им как-то не хочется показывать о том, что есть в городе Магнитогорске такой интересный специалист, который все это дело рассказывает. Москвичи у них там все с головой сложность, так же, как и в Пронсичпе у Челябинска. Но тем не менее, есть в городе Магнитогорске специалисты, которые работают и показывают, что это хорошо. И где эти специалисты находятся? Давайте все-таки говорим о сути событий. То есть наша суть событий располагается сегодня здесь, на улице Комсомольской, 17. Я вам сейчас реально покажу то, что мне необходимо и куплю это. Учиться никогда не поздно. Но сегодня наше учение, а это Ютуб. Как ни странно, но он учит. Я так понимаю, в этом смысл Ютуба. Об учении, а не дебилизм. И теперь у нас возникает вариант. А где? А здесь. Все есть в электросиле. Мне Родион говорит, что в принципе где-то в Галамарте что-то все делается по-другому. А я хочу проверить. То бишь, мы не будем говорить про электричество, да? Про электричество мы не будем говорить. А вот то, что в Галамарте-то и нету, ну а где-то там вот стангерциркулей. Они очень хорошие, кстати, штучки. Я себе купил, вопросов нет. Да, то есть, в принципе, когда мы будем говорить, что там что-то стоит дешевле, а я бы хотел проверить, так ли оно на самом деле. То бишь, здесь что есть? Здесь различные буры. Для чего эти вам буры нужны? Как для чего? Вы же должны дырки просверлить. Или вы каким образом будете сверлить? Нет, конечно, берешь буры, спокойненько сверешь. Причем буры есть абсолютно все разные, от и до. Так что я Родиону все-таки посоветую прийти сюда и проверить. Мало того, мало того, для тех, кто занимается и хочет использовать замечательные вещи под названием пилки, есть здесь пилки специально для электролобзиков. Вот они, пожалуйста. Давайте все-таки не определимся, что это все-таки магазин для... Электричества здесь и без электричества всего хватает. Что касаемо здешних мест. То бишь, в некоторых смыслах у вас даже нет необходимости брать сверло, которое уже не залезет. Не залезет куда? В вашу штуку под названием электродриль, потому что ваша электродриль не сможет просверлить сверло. Тут просто невозможно это сделать, если это сверло будет больше 10 миллиметров. Ну, не сможет она это сделать физически. А здесь есть специальные штучки, которые вам позволят просверлить. Эти примочечки. Да, тут не только такие примочки. Здесь еще и победитый... Ну, не просто изумительно. А недавно я посмотрел вот о таких вещах. К слову, о том, что я вот это прямо сейчас и куплю. Да-да-да-да-да, что это такое? Это рассверли волкан. То есть вы делаете небольшое отверстие, да? Если вам нет необходимости работать с металлом слишком толстым, то, в принципе, до уровня металла до 5 миллиметров, а может быть и больше, я не знаю сколько, надо будет проверить, естественно. Вот. И вы уже точно знаете. И спокойненько, спокойненько. Вот оно встает в 10 миллиметровку. Вот оно, видите, 10 миллиметров. А рассверливалка до 32 миллиметров. Вы такое сможете к себе в дрель поставить? Я очень, я реально очень сомневаюсь. То есть это я 100% беру, потому что изумительный вариант. Но, к сожалению, такие вещи тоже случаются. И где мы говорим? Мы находимся в электросиле. Электросила. Не думайте, что здесь только электричество. Поверьте мне. Здесь вы можете купить... Вот, я, конечно, тоже хочу купить. Ну, маленький нюанс есть. Ну, конечно же. То есть рано или поздно сверла бы-бых. Сверла бы-бых. Куда идем? Входим в электросилу. И берем себе замечательные сверла по металлу. Да, господа мои. Потому что других вариантов. И дешевле. Ну, может быть, еще где-то можно найти. Но мы говорим о качестве, о качестве и количестве. Так вот, про эти вещи я буду говорить. А малость ничего не буду дальше объяснять. Но все, что необходимо, в том числе леска для вашего электротриммера, здесь есть. Здесь есть практически... Не то, что все есть для того, как вы будете спокойненько работать. Спокойненько. Бегать никуда не надо. Забудьте бы про эти все галамарты, марты, супермаркеты. Там есть маленький нюанс, конечно, но только в одном месте. А так? Зачем куда-то бегать, когда можно здесь купить? Да, господа мои, да. Когда мы говорим про лампочки, все так и думают, что везде и всюду эти лампочки есть. Я говорю, да, конечно, везде и всюду есть эти лампочки. Но вопрос цены. То есть человек же сюда приходит... Да не я один. Я ничего не буду говорить. Люди просто об этих вещах говорят, что по соотношению цена-качество... Я сейчас ничего не буду говорить. Право за мной люди. Они работают, покупают, естественно. Но это чуть позже, в следующем варианте. Сегодня сейчас я вам покажу те самые лампочки, которых у меня хватает. Конечно, когда я себе поставил их очень большое количество, я первоначально сделал люминесцентные лампочки. Но, как бы вам сказать, и они тоже, кстати, пришли в упадок. Сегодня и сейчас у нас что есть? Светодиодные лампочки. И некоторые товарищи говорят, что что-то как бы не получается, что у вас как бы, ну, как-то вот... Если у нас напряжение куда-то упадет, ваши светодиодные лампочки не будут светиться, я вам говорю, вот эта светодиодная лампочка начинает светиться с 80 вольт. С 80 вольт! Это даже обыкновенная лампа накаливания не сможет это ничего сделать. Она даже не разгорится в природе своей. А эта лампочка будет светить. Ну, и мы не будем говорить о тех вещах, которые вам в природе... А, не то, что в природе, а вообще по сути необходимы, да? То есть, село, не то, что село, даже если вы спокойненько поставите качественную лампу, во-первых, это не будет цена вопроса, естественно. Во-вторых, по соотношению я бы себе и всем рекомендовал купить нормальные светодиодные лампочки. Поверьте мне, это в действительности очень круто будет экономить ваш бюджет. Электричество, 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 электричество. Но электричество... Давайте все-таки определимся, каким должно быть электричество. Электричество должно быть, во-первых, комфортным для вас. А, во-вторых, давайте все-таки другой вариант возникает. То есть, если вы куда-то спустились, и в этом дивном месте что-то у вас не получилось внедриться. Ну, в смысле, розетка есть, а света и нет. Здесь есть такие штуки, которые просто в розетку вставляешь, и они начинают светиться. Другой вариант, самый интересный. Чуть-чуть, я сейчас немножко вернусь на круги свои. Во-во-вот так, да-да-да. То есть, я сейчас еще раз вам продемонстрирую. А так и есть хорошо. То есть, вот так даже вернемся, и вот так даже вернемся. Да-да-да-да. Помните, да? Это вот где я нахожусь. Да. То есть, вернемся, вернусь на круги свои. Да. Вот, понимаете, розетка есть. Вот-вот просто розетка есть, а вот светильничек. Мало того, вы даже можете включить, оттуда же есть выключатель. Понимаете? Вау, как все интересно. Теперь другой вариант. Если у вас есть лампочка, а нету розетки, ну, давайте все-таки определимся, что есть такая штучка. Во, видите, какая красивая штучка. Внедрили лампочку. Надо понимать, что как бы там вы не будете сюда подцеплять, естественно, сварочник, потому что проводка может дызнуться. А, ну, в принципе, вы сюда можете включить. А, кстати, замечательный дрель. Она столько не кушает, сколько сварочники, естественно, и это будет вообще красиво и ровно. И все остальное то же самое. Вот, спокойненько. Включили. А ту лампочку выкрутили, вставили сюда, и все, вполне становится нормально. Другой вариант. Прикольная штука сейчас будет. То бишь, вдруг вам внезапно захотелось что-то поменять. Ну, то есть, как бы, большая лампочка есть, а патрон только под старую. Итак, спокойненько вот ее внедряете сюда. И у вас уже переходник под большую лампочку. Клево. А то. Не торопимся, не торопимся. В некоторых случаях есть лампочки другого типа, которые вставляются, и это необходимо. Дима, я такие вещи пока не знаю, но наверняка рано или поздно мы что-то дело увидим. То есть, так же вставляете, закручиваете, она закручивается, и обыкновенную лампочку ставите. То есть, тут даже вопросов нет. Ну, и третий вариант, самый, наверняка, нужный для вас. Это когда? Да, когда с деньгами все очень сложно, но тем не менее, вы посмотрите, какие здесь лампочки. Они красивые, разноцветные. Вы, в принципе, можете сделать изумительный вариант. А для того, что необходимо проходить, это не проблема. Я еще раз говорю, когда люди заходят, это всегда мне нравится. Видите, люди ходят. То есть, у вас просто лампочка есть, да? Ну, такая, ну, какая-нибудь лампочка. А вы спокойненько вот тут поставили и вставляете сюда уже три лампочки. Три лампочки на один разъем. Ну, клево, да просто очень изумительно. Теперь переедем в другое место, на вокзальную 5, чтобы показать другие вам интересные штучки. А я вам это дело покажу, и вы это сами поймете. Мы даже не будем показывать то, что находится за моей спиной. А за моей спиной есть... Ну, про... А я еще раз говорю. Если мы будем говорить о электричестве, то на электричество здесь есть все. От и до, от и до. Я имею в виду лампочки, прожекторы хорошие. Есть отличные светодиодные большие лампочки. Я чуть-чуть позже покажу, куда я все это дело поставил. Вы потом поймете, вы потом поймете. А теперь покажу, почему мне это все больше нравится. Смотрите внимательно. То есть, не так давно у меня блызнулся, получается, домофон. Ну, не то, что домофон блызнулся, а навернулся вот этот разъемчик. Вот, видите, да? Вот он. Вот этот разъемчик. Вот он, видите, я тут навернулся. То есть, я сегодня показал Максиму Смирнову, как я научился это делать, благодаря электросилии, естественно. Потому что здесь я купил клепальщик. Да-да-да. И вот все, вот это сделано было клепальщиком. Видите, красиво, ровно. Я не думаю, что теперь это развалится. Вот теперь это не развалится. Почему я это делаю? Почему я это делаю? Потому что мне это нужно. Другой вариант. Другой вариант. Когда мы будем говорить о приспособах для того, что вы должны делать, один грамотный вариант. Сто процентов приходим в электросилу. Немножко другое подразделение на Московской 5. Ну, я не буду показывать тот склад, который находится там. Там все есть, о, там все красиво и ровно. И почему это должно быть? Потому что мы должны вам показывать цены. Цены не должны вас никоим боком... Вы не должны думать о топе. Нет, здесь абсолютно нормальные, ровные цены. Вот, теперь самое интересное. Может быть, сегодня, не помню, есть они у меня или нет. Нет, клещи обжимные. Очень хорошая штука. Я, в принципе, сторонник пайки. Да, я сторонник пайки. Но, в принципе, если вы сделаете все красиво и ровно и обожмете с нормальными клещами, то там даже пайка никуда не нужна будет. Это если я говорю про автомобиль. Тема весьма интересная, естественно. И другие штучки тоже есть. Различные. Вот, понимаете? Наверное, я попрошу, и мы сейчас это дело купим. Потому что других вариантов нет. Теперь самая интересная штука. К слову о том... К слову о том... Да, к слову о том, что... К слову о том... Нет, мы сейчас ничего не будем говорить о других вещах. Да. А как бы вам понравилось бы... Каким-то образом все это дело подраскрутить, да так, чтобы размер-то был весьма интересный, даже очень сильно большой. Да, не буду показывать, но понятно, да? То есть газовые ключи, газовые ключи здесь есть. При этом эти газовые ключи, сейчас я расскажу, что для вас и для меня будет интересно. Вы даже не должны понимать, что есть такие штуки, как газовые ключи с электрическими, в смысле с диэлектрическими примочками. Вот это диэлектрик, это диэлектрик, что в принципе, возможно, вы даже можете 220 вольт, но если вы сюда не будете касаться, вот так вот, то спокойненько отвернули. Это ли не качество? Да это самое лучшее качество. Я раньше не доезжал, что это есть, но теперь я знаю, что это есть. Да-да-да-да-да, я когда вам говорю, что мы сюда приедем, вы не думайте, что тут все очень... Здесь все очень и нужно для вас, потому что я здесь купил замечательный, замечательный, настоящий прорезиненный кабель в одну жилу. Настоящий прорезиненный кабель в одну жилу. Он был очень крутой. И вы знаете, я довольно-таки спокойно его распаял, и теперь я своим проводами могу заводить даже грузовики. Вот, ну естественно, почему я говорю про электросилу, потому что все то, что мне нужно, то, что я научился сделать, я купил здесь. Мало того, мало того, там не совсем доехал, но теперь покажу. А как насчет 55 миллиметров? Вы хоть представляете, каких размеров и должно быть сверло? И куда вы его можете засунуть? Куда вы его можете засунуть? Вот, купили спокойненько и сделали дырку в 55 миллиметров, может даже и больше. Все здесь есть. И по ценникам... Да-да-да. А теперь другой вариант. Это для тех, у кого есть дрель. Вы должны понимать, что ваша дрель не может просунуть сверло больше 10 миллиметров. Ну, 90% дрели не умеет свернуть больше. А вам хотелось бы сделать дрельку на 16 сантиметров сверло. Понимаете, такое широкое сверло. Каким макаром? Также покупайте переходничок, вставляете его к себе в дрель. Спокойненько закручиваете тоже в свою дрель, вставляете эту штуку. И получается, что вы сможете, благодаря вот этому примочке, вставлять сюда размеры до 16 миллиметров. Круто? Да, конечно. И это не стоит космос. Это не стоит космос. Все нужное для вас. Ну, не будем говорить про такие интересные вещи, как медные наконечники и лужения. Ребята, принцип один. Да, какой у нас принцип? Экономия. Только экономия, когда у вас есть руки. А я так понимаю, что руки-то есть у всех. Сейчас кое-что объясню. Это уже вернувшись сюда. Конечно, мы не будем говорить, что здесь лампочек маловато. Здесь все есть лампочки. Вот и до. Есть и накаливание. Есть и светодиодные лампочки. Ну... А, да есть и люминесцент. Все есть. Вот и до. Вот и до. Вот и до. Да. Но помним тот вариант этого сюжета, когда я вам показывал про лампочки. То есть можно поставить в одну разные лампочки. То есть неоднократные. А можно из одной сделать красоту. Каким образом? Помните, да? На три. И вот такую красоту. И вот такую красоту. Она различная. Можете так сделать. Можете вот так сделать. То есть раз. То есть неплохо получается. Просто вкрутили лампочку с переходничком. И получается идеальный вариант. Давайте все-таки определим, каким образом я сейчас занимаюсь. Чем я занимаюсь? Я занимаюсь телевидением. Небольшой экскурс в историю. Освещение должно быть не только фронтальное, но и заднее. Да-да-да. Backlight. То есть освещение затылка. А вы почему думаете, когда я показываю сюжет, у меня там лампочка висит? Да-да-да. То есть это называется демонстрация того, что есть объем за моей спиной. Я это делаю. И наверняка куплю вот такую штучку. Потому что оно хорошо, но иногда надо что-то поярче. Эта камера дозволяет себе идеальный вариант. Она даже не полосит, а эти полоски были на других камерах. Это очень хорошая камера. Я ее просто люблю. Как и все нормальные камеры, которые последние. Да. Но вы должны понимать, насколько это красиво. Насколько красота и появляется в кадре, когда есть то, что должно быть. Когда есть не только то, что должно быть, когда есть еще электросила. Конечно. Конечно. Вы даже не представляете. Я не знаю. Для меня, конечно, посещение электросилы – это всегда вопрос весьма интересный. Весьма интересный. Весьма интересный. Весьма интересный. Я когда сюда захожу, я вижу то, что нужно. И это нужно для всех. Ну, если есть в голове Тема. А Тему-то вроде как бы Господь Бог-то не обделил. Благодаря которой я и живу. Только благодаря Господу Богу я отдаю вам возможность жить и понимать, что есть вещи, которые не стоят больших денег. Потому что есть люди, которые понимают, что надо жить не только для себя, а для магнитогорцев. И эти люди, эти специалисты, эти высококачественные человеки, которые звучат гордо, находятся именно за моей спиной. В магазине электросила на вокзальной 5.